Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить игру Stanley Parable, которая вышла буквально совсем недавно. Это та игра, о которых я могу очень долго рассказывать, но практически ничего при этом не знаю. То есть я довольно давно следил за разработкой, и меня крайне заинтересовало то, что получается. То есть в свое время я смотрел очень-очень раннюю версию для себя, и это было что-то такое крайне шизовое, но при этом очень необычное и интересное. Насколько я знаю, в процессе игра от шизовости избавилась, но при этом набросла огромным количеством интересных деталей. И в итоге получился очень интересный атмосферный проект, в котором очень непростой сюжет, как слоеный пирог, и огромное количество выборов, которые предстоит делать. При этом игру я с момента, собственно, альфа-версии в глаза не видел, и что в итоге у нас получилось, давайте, собственно, смотреть. Так что надевайте наушники, приятного просмотра! Станли работал за компанией в огромном доме, где он был работник номер 427. Работник номер 427 был простым. Он сидит на сайте в комнате 427, и он пушил кнопки на кнопке. Ордеры пришли к ним через монетарь на сайте, рассказывая ему, что кнопки нужно пушить, как долго пушить их, и в какой ордер. Это то, что МПОИ 427 делал каждый день, каждый месяц, каждый год. И хотя бы другие могли бы считать это душевным, Станли успел вести каждый момент, когда ордеры пришли. Как будто он был сделан именно для этого работы. И Станли был счастливым. И тогда один день, что-то очень удивленное произошло. Что-то, которое бы никогда не изменило Станли. Что-то, которое он никогда не забыли. Он был на его доске почти одну минуту, когда он понял, что не один, единственный ордер, не был на монетаре, чтобы его следить. Никто не появился, чтобы ему дать инструкции, звонить на встречу, или даже сказать «Хи». Никто не в всех своих годах в компании это произошло. Эта полная изоляция. Что-то было очень очевидно. Шокирован, фрозен, солид, Станли нашел себя не смогу двигаться за долгое время. Но, как он пришел к своему умению и повернул свои сенсы, он встал от своего доска и встал от своего офиса. Офисной работы, с которой мне пришлось так или иначе сталкиваться по жизни. Хэллоу? Кто где? 427-й. Неплохой, уютный офис и... Вы знаете, вот такая работа, она требует усидчивости. Закрыто. Все его сотрудники умерли. Что это может быть? Станли решил, чтобы идти к встрече. Может, он просто не потерял мемо. Эммм, хорошо. А где на самом деле все? Офис. Не важно, как сильно Станли смотрел, он не мог найти trace своего сотрудников. Так, ну ладно. Это на самом деле любопытно. Бумаги разбросали. Не поддается. Коллеги? Вы где? Так, доступ. Что там не прочитать, к сожалению? Ну, ладно. Ничего себе. Ох. Такое ощущение, что они просто, я не знаю, встали и ушли. Чего-то там страшного, жуткого пока что нет. Но я и не думаю, что игра будет про это. Хотя кто-то мне говорил, что в этой игре присутствуют элементы хоррора. Я не думаю, что на самом деле они здесь есть. За хоррором, скорее, он в Outlast, дополнение, которое недавно анонсировали. Да ладно. И тем не менее, какого... А вы уверены? Ну ладно. Люди-человеки. Да что ж такое? Не знаю, для меня всегда, может, это уже, как это называется, профессиональный сдвиг. Но если в игре выключать музыку, мне становится страшно. Только что была такая миролюбивая обстановка, но в итоге... Это карта этого помещения? А, нет, это понятно, это расписание. Завтра завершить сегодняшние незавершенные дела. Написать на следующий день расписание. Хорошо. Каждый уникален. Ты более, чем остальные. Так, хорошо, ладно. Я не знаю, что такое. Это что это? Понятно, это кладовка. Стэнли вступил в брум-клоссет, но ничего не было здесь. Так что он обратился и вернулся на трек. Я бы попросил меня, пожалуйста, не направлять, я сам как-нибудь разберусь. Давайте посмотрим, что тут есть. Ух ты, прикольно. Ах, вон оно что. Ну ладно, как скажешь, голос. Но если ты так не хочешь, чтобы это что-то... Стэнли вступил в брум-клоссет. Он даже не делал ничего. Тем не менее, если было что-то, чтобы интерактировать с ним, он бы был в какой-то способ. Как это так. Он буквально просто сидит там, делая сладкое зависть. Отлично, вообще. Ну, ладно, пойдем, хорошо. Какие же проблемы-то? Да, обалдеть. Я не пойду наверх. Давайте пойдем вниз. На самом деле, это все очень странно, но мне нравится, что это. Что-то нечитабельное. Где все, какого черта происходит? Почему этот закатровый голос? Как там говорит норрейтер. Ух ты, парковка. На самом деле. Он думал себе, может быть, я глупый. Все мои сотрудники, блинкально из-за существования, в один момент, без никакого причин, ни о чем не было никакого логичного смысла. И как Стэнли спрашивал это, он начал делать другие странные обсервации. Например, почему он не мог не видеть свои ноги, когда он смотрел вниз? А, хорошо. Это меня тоже умораживает. Эти комнаты, они начали выглядеть довольно familiar. Он не потерял свой работа, он не скучный после всего. И он подумал о себе, я думаю, что скоро я уйду. Я должен вернуться к моему оборудованному работе, проживая кнопки. Может быть, это не так, пока я еще не потерялся. Так, он представил себя летать, и начал слегка взлетать. Потом он представил себя взлетать через space на магическом стадии. И это тоже появилось. Это было так много весело. И Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then, perhaps, the strangest question of them all entered Stanley's head. One, he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head, dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice, describing me, thinking about how it's describing my thoughts. Так, секундочку. Это надо обмозговать. Но я думал, это все очень странно, и wondered if this voice spoke to all people in their dreams. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Стэнли? Стэнли просто удивляет себя? Вернувая, что если он уйдет, он не должен принимать ответственность для себя? Стэнли, как это непрофессионально. что это не было в его жизни. Now, hearing the voice speak these words is quite a shock to Стэнли. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was, in fact, a dream! Did the voice not see him flow to make the magical stars, just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too! Surely! Surely! You could just... He would prove it... He would prove that he was in control. That this was a dream! Так что он закрыл его глаза, слегка, и приглашал себя в воскресенье. Он почувствовал веселый плакет на его кожу, пресса на его боку, солнечный воздух из-за этого мира. «Дай мне воскресенье», он подумал. «Я закончился с этим мечом. Я желаю это закончиться». «Дай мне вернуться к работе». «Дай мне продолжать нажать кнопки. Пожалуйста, это все, что я хочу. Я хочу мою квартиру, и мою жену, и мою работу. Все, что я хочу, это моя жизнь, именно как это всегда было. Моя жизнь норма. Я норма. Все будет хорошо. Я... ...я... 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 ...и... ...я... ...я... ...а... ...Станди начал криковать. «Пожалуйста, кто-то, укрой меня! Мой имя Станди! У меня есть босса, у меня есть офис! Я настоящий! Пожалуйста, кто-то скажет мне, что я настоящий! Я должен быть настоящий! Я должен быть! Который слышит мою голос? Кто-то? 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 Кто-то! Кто-то! И все пошло черно. Какого черта! Это история женщины, которая названа Марьелла. Что? Что? Я не понял. Она взросла, одевалась, собрала свои отношения и ходила к ее месту работы. Но на данный день, ее ходу была остановлена от тела человека, который мог пройти по городу, говоривая и кричать к себе, и потом потерялся, мертвая на стороне. И, мимо того, что она сразу вернулась и перейдет на ambulанцию, за несколько секунд, она считала его странный человек. Он, естественно, глупый. Так много она знала. Все знают, что люди думают, и в тот момент, она подумала, как счастлива она была для себя нормальной. Я говорю, что я в контроле мою голову. Я знаю, что есть настоящий и что нет. Это было комфортно думать это, и, в определенной способе, видеть этого человека она чувствовала лучше. Но потом, она вспомнила, что встречала для того дня, с очень важными людьми, whose впечатления от нее 影響али ее карьеру, и, по крайней мере, все остальные жизни. Она не было времени для этого, поэтому это было только момента, что она стоила там, смотря на тело. И потом, она превратилась и ушла. Скорую там вызвать, я не знаю. Какого черта произошло? Это были мы? И мы снова здесь. Что происходит? Я хочу выбраться отсюда. Какого черта вообще? Компьютер, указывай мне, что нужно делать? Какие кнопки нажимать? Ха-ха-ха-ха. 427. Где-то я это уже видел. Хорошо, допустим. Не каждый выбор правильный, да? Мы действительно начали все по-новой, или это так и должно быть? Эта игра просто сводит меня с вами. Нет, он пошел в дверь направо. Нет, он пошел в дверь направо. Это настолько же странно, насколько и прекрасно. Я не знаю. Как вы знаете, я люблю все очень необычное. Но по-моему, это не просто необычное, это... как бы это сказать? Это очень шизово, по-моему. Ха-ха-ха. Ах, да, действительно, комната отдыха. Это действительно было стоило, после всего. Просто, чтобы провести несколько минут здесь, в этой властей, красиво конструктивной комнате. Стэнли просто стоил здесь, направляя все в него. комната отдыха. А что у нас тут? Ничего. Это да. Я останусь тут подольше. Люблю комнату отдыха. Они клевые. Вы меня угрожаете? Ох ты, смотри. А, это этот. Противопожарка. Ха-ха-ха. Ага. Понятно. Месседж. Давайте выведем его себе. Топливо. Отлично. Тут на каждой чашке что-то свое, да? Ладно. Ух ты. Ладно, что с ним, пошли. На что вы намекаете? То есть, вы не хотите, чтобы я шел туда? А пошел он туда? Нет. Что это? Не лгите. Если вы сейчас лжете, прекратите. Стэмли был так плохо в следующей направлении. Это невероятно. Он не был пять лет назад. Ха-ха-ха. Ну да. Ха-ха-ха. Я уже люблю эту игру. Она просто... Просто выворачивает мозг наизнанку. И почему-то я ощущаю себя какой-то подопытной крысой. Я как, не знаю, в каком-то портере. Но здесь, по-моему, гораздо более мудрёна. Не прыгайте с лифта во время движения. Иначе вы умрёте. Так. Штраф за неиспользование круглогрузового лифта. Тысяча баксов. Штраф за прыжки с лифта. Пять тысяч баксов. Ну, я думаю. Вы поняли. Смотри, Стэнли. Я думаю, что, может быть, мы здесь на плохой ноге. Я не твой враг. В реальности, я не. Я понял, что инвестируя твоей вероятность в кого-то другого может быть тяжело. Но факт в том, что история была о том, что ты, всего этого времени. Это кто-то, кого-то, кто-то забыл, Стэнли. Кто-то, кого-то, кто-то забыл. Что? В реальности? Я был в центре чего-то. Ты имеешь никакого внимания для других? Ты так уверен, что я хочу, что что-то плохое произойдет тебе? Почему? Я не знаю, как тебя об этом. Но я действительно хочу тебе помогать. Чтобы показать тебе что-то красивое. Не-е-ет. Дай мне это проверить. Дай мне это проверить, что я на твоей стороне. Дай мне возможность. Барри с системой. Хе-хе. Опасность. Опасность кругом. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Великолепно. 2B1. Интересно. Значит, нет, что-нибудь. Скорее всего, нет. Не стойте вы около этой стороны ограждения Меня беспокоит, что двери за мной закрываются И вообще то, что здесь происходит Эм, нет Я говорю нет Хорошо, будем надеяться, в этот раз игра не упадет Ну ладно, давайте пойдем направо Игра принуждает нас к этому Ну да Вы видите, что я действительно хотел, чтобы ты был счастливым Все это время Проблема это все эти выборы Два из нас всегда пытаются найти где-то, что не здесь Руни, и руни, и руни Просто так, как ты делаешь сейчас Вы видите, что это убивает нас, Стэнли? Я просто... Я хотел, чтобы остановиться Я бы... Мы бы были бы так много счастливее Если мы просто остановились И я думаю... Ну, я думаю, что у меня есть решение Так, ну ладно Допустим На самом деле, это, по-моему, очень жутко Я не только про это, я про игру в целом Не знаю почему, она меня пугает Хотя, по сути, тут ничего страшного нет Стоит ли она того Что мы хотим? Что мы хотим? Что мы рассмотрим? Ммм? Свет В темноте Пойдем посмотрим, что же это такое Демон Демон Может, спрыгнуть? Ну, нет, конечно же Ладно, давайте выбираться Как-то отсюда Это место Что-то... Вау Это очень красиво Это и правда Очень и очень красиво Но надо уходить А здесь что-то не очень красиво О, нет Стойте от этих стадий Если ты умерешься Если ты умрешься То игра будет превратиться Мы потеряем все это Я буду осторожен Голос Поддерживай меня Че-то мне как-то Не по себе Что ж происходит? Прости, Стэнли Дайте мне остаться здесь Не берите это от меня Прости, голос Так надо Эм Да как же так? Я что, должен убиться? Пожалуйста, Стэнли Попробуй, что ты делаешь О, нет Я живой? О, благодарю Богу Ты живёшь Ты меня был беспокоен там За один момент Теперь Пожалуйста, мы возвращаемся к другой комнате? Что если прыгнуть ещё раз? Вполне возможно Мы упадём голову вниз О, нет, нет Что ты делаешь, Стэнли? Пожалуйста Я просил тебя Не отбежать это от меня Я не могу вернуться К тому, чем я был раньше Если ты умрешь Мы both вернём Почему ты делаешь это? Я должен Я должен это сделать Стэнли Ни за что Там слишком непонятно Это действительно Как ты не любишь моего игра? Что ты бросаешься Из этой платформы И снова И снова Чтобы избежать Ты буквально Великолепен И убежишь И убежишь И меня Отвечусь Отвечусь Я читаю Ситуацию Правильно? Может Ты просто Собирайся Я не знаю Я просто Я просто не люблю Голоса в своей голове Прости Ну что Давайте на этом Прекратим В следующей серии Собственно Посмотрим Какие ещё тут выборы Насколько я понимаю Выборов тут Миллион И ещё маленькая тележка Ну что я могу сказать Это реально Очень необычная игра Которая При этом Крайне интересна И я рад Что она добралась До финального релиза Потому что Насколько я знаю Во время разработки Было очень много сложностей У товарищей И собственно Разработчиков И в итоге Чуть команда Не распалась И то что в итоге Мы имеем Настолько крутой проект Это меня очень радует Надеюсь Вам тоже понравилось Спасибо что смотрели Увидимся С вами был Артур Всего хорошего Пока Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok